есть у меня вот такая забавная одноцентовая монеточка ну как обычный одноцентовик с индейцем это начало прошлого века 1906 по моему год и вот американцы выпускали к знаменитым монетам мини копии монет и вот мне повезло такую монеточку в один в один цвет и и саму монетку и копию вот такую вот мини копию раздобыть и вот она у нас есть есть даже вот кроме этой монетки вот такой вот вариант сорок третьего и сорок пятого года одноцентовые монетки во время войны решили экономить и вот цинковые мая одноцентовая монетка одно время выходила вместо бронзы и вот такое вот чудо у меня тоже имеется чего вдруг я ради начал хвастаться своим огромным богатством в воде в одноцентовые монеты дело в том что сегодня именно 22 апреля но в 1864 году это 155 лет всего-то назад в сша начата чеканка бронзовых монет достоинством в 1 и 2 цента до этого они не выпускались и вот как бы сегодня не совсем круглый но тем не менее дата вот по распоряжению тогдашнего американского министра финансов салмана тавленда чейза на монете достоинством в 2 цента впервые появился 9 девиз ингаду и траст мы верим в бога впоследствии девиз перекочевал и на долларовые монеты банкноты одновременно с этим выпуском впервые была запрещена частная чеканка монет а до этого было запросто каждый штат имел право чего-то там себе такое делать вот под давлением никелевого лобби в 1965-1966 годах были приняты законы о выпуске медно-никелевых монет достоинством 3 5 центов из них до сих пор имеют хождение бронзовые одноцентовые и медно-никелевые пятицентовые монеты остальные номиналы как-то не прижились вот правда дизайн одноцентовые монеты за более чем столетнюю историю несколько раз менялся сейчас на одной стороне изображен 16 президент Соединенных Штатов так вот так подвину авраам линкольн а на реверсе щит символизирующий сохранение сша едиными объединенными государствами чеканилась монета громадными тиражами за время ее существования было выпущено более 400 миллиардов экземпляров кстати с 1982 года одноцентовые монеты чеканятся не из бронзы а из цинка покрытого медью суммарный состав 97 процентов цинка и 3 процента меди примерно вот такое вот у нас на сегодня интересное событие еще вот чем бы хотелось похвастаться кроме вот этого вот богатства у меня еще выходила одноцентовая такая так скажем серия монет посвященная рождению становлению личности того кто изображен на этой монете в жизни авраама линкольна так скажем вот такая вот серия монетчик тоже выходила ну что ж поскольку у нас какой-никакой все-таки юбилей хотелось бы вспомнить что ли какой-то анекдот на тему одноцентовиков вот вокруг мальчика который проглотил одноцентовую монетку собралась толпа людей никто не знал что делать тут толпой вышел мужчина взял мальчика за ноги и начал его трясти монета выпала вы доктор спросили его нет ответил мужчина я сборщик налогов ну что ж на этом пожалуй спасибо за внимание до свидания это что говорю говорит aning когда говорит говорит Продолжение следует...